Владимир Путин потребовал от правительства создать условия для повышения реальных доходов россиян минимум на 2,5%. Вот так вот, ни больше ни меньше потребовал. Наверное, ручку опять на стол в сердцах бросил. Это должно произойти в текущем году, между прочим. Почему именно на 2,5%? Я, если честно, не знаю, откуда взялась эта цифра. Что она означает? Ну, давайте вспомним про официальную инфляцию. Ну, хотя бы там уже больше 8,5%. Ставка рефинансирования ЦБ 9,5%. Рост цен на товары первой необходимости за год в районе 25. Странная математика у президентских спичрайтеров, но не об этом хотел сказать. Мы с ребятами из моего чата в Телеграме в тот же день хохметь начали по этому поводу, не переживайте, прям завтра Росстат начнет рисовать нужные показатели. Выяснится, что Путин-то только подумал, а рост доходов уже случился. Скрипцы буквально на глазах богатеев знал бы я в тот момент, насколько был недалек от истины. Погнали! Указания о кормчево действительно начали исполняться моментально уже утром следующего дня, но, как я и предполагал, по принципу кручу, верчу, запутать хочу. Вот такой вот статьей, например, разразился коммерсант, зачитаю. По избежанию дальнейшего роста цен производители продуктов начали уменьшать содержимое упаковок. Так, шоколадка Россия похудела с 85 граммов до 82. Дану он сократил объем нетто бутылочки питьевого йогурта с 270 до 260 граммов. А пачка макаронных изделий Макфа полегчала сразу на полтинник, было 450, стало 400. Ну, то есть, знаете, так чисто по-россейски и скрепненько ребята бросились исполнять распоряжение Головнюка. Вместо того, чтобы решать проблему, они тупо стали подгонять показатели под нужную статистику. Путин президент мира! Ура! Не остались в стороне и представители других сфер. В пятницу Сбербанк заявил о повышении ставки по ипотеке до 11,3%. Связано это, понятно, с увеличением ключевой ставки ЦБ. При этом, дабы не подставляться и быть как все, типа мы тоже исполняем царский указ, в Сбере сообщили, да, ставка выросла. Но условия по льготным программам останутся прежними, например, по семейной ипотеке 4,7%, по дальневосточной даже 0,1%. Друзья, ну мы-то ведь с вами прекрасно понимаем все эти «но». Пустое сотрясание воздуха на самом деле. Воспользоваться льготными программами никто никогда не сможет. Для нас в данной сказке существует только одна цифра 11,3. Все! Про остальное забудьте, это как при обмене валюты в банке. Чтобы там не было написано, какую бы операцию вы не осуществляли, покупку или продажу, неважно. Конкретно для тебя есть только один курс, который самый невыгодный. Кстати, и зарплату будут увеличивать таким же Макаром методом Крэкс, Пэкс, Фэкс. Все ведь знают, как начисляется зарплата. Есть какой-то небольшой базовый оклад, на него накидываются надбавки, вот. Именно этот, небольшой базовый оклад, как раз путинские фокусники увеличат, зато размер надбавок снизят, вуаля. Ловкость рук и никакого мошенства. А по итогу, с одной стороны, халую чиновнику, есть чем идти на доклад. Товарищ верховный, главнокомандующий, ваше приказание выполнено. Повысили мы людям зарплаты. Ага, вот как раз и бумажки отчеты имеются. С другой стороны, ты как получал свои 15-20 тыр, так и продолжишь их получать. А впрочем, опять ведь я впустую распинаюсь. Наш народ усиленно не хочет вникать в суть этого грандиозного обмана. Большинству граждан проще поверить, что мифические кругом враги козни строят. Просто надо еще немного потерпеть, и Путин с ними разберется. Это реальная журналистика. Верной дорогой идем, товарищи. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Друзья, не мне рассказывать вам, как важно в современном мире иметь востребованную и высокооплачиваемую профессию, которая сделает вас независящими от обстоятельств даже в условиях ограничений. И это сфера программирования. Профессионалы всегда в дефиците, а условия, которые им предлагают, куда лучше, чем у других. Самый простой путь для старта в IT это язык программирования Python. Язык, на котором общается весь мир. Запускаете файл на DropDocs, листаете подборку сериалов на Netflix, заходите в Facebook или в Instagram везде. В той или иной мере задействован Python, при этом он очень прост в усвоении и идеален для новичков. Неважно, кем вы работаете сейчас, бухгалтером или менеджером, мастером маникюра или таксистом, вы очень скоро сможете стать специалистом, которого так ищут работодатели. Средняя зарплата разработчиков от 120 тысяч и постоянно растет. Заинтересовал? Тогда онлайн школа SkillFactory и курс Python разработчик то, что вам нужно. Школа специализируется на современных технических профессиях. SkillFactory первый в рейтингах онлайн школ такого плана. И гибридная методика позволяет сразу же закреплять теорию практикой. И, кстати, учиться сможете в любое удобное для вас время без отрыва от основного рода занятий. По окончании курса карьерный центр поможет с трудоустройством. Просто посмотрите на высокие оценки и отличные отзывы в интернете. Перед вами реальные комментарии тех, кто отучился и уже работает. Я уверенно рекомендую курс Python разработчик с нуля от SkillFactory, потому что это профессия завтрашнего дня. Не ждите, когда разработчиками станут все вокруг. Переходите по ссылке в описании прямо сейчас и регистрируйтесь. А по промокоду журналистика получите максимальную скидку в 45%. Поторопитесь. Ну и раз затронули ипотеку. А ведь отсутствие жилья у огромного количества россиян это тоже серьезная проблема. И ее тоже стоило бы отнести к реальным доходам населения. Действительно странно. Когда говорят об уровне жизни, вспоминают почему-то про зарплаты, про цены в магазинах. А дома у человека быть не должно. Вот только купить этот дом в состоянии единицы и сотни кто-то один, но и это не точно. Придумали вроде как для всех остальных замечательную программу ипотечного кредитования, но выше сказал 11,3% сберия. Это же ломовой ценник, кто его потянет? Да и есть ли смысл? Чтобы было понятно, предлагаю посчитать и в абсолютных цифрах. Итак. Средняя двушка в моем родном Екатеринбурге вторичка, кстати, стоит примерно 5 миллионов рублей. Ставка 11,3% это 550 тысяч в год. За 10 лет 5,5 миллионов. За 20 уже 11 это только проценты. Плюс сама квартира пятерка. Я напомню и того. Через 20 лет ты заплатишь за нее пятнашку. Вот только к тому моменту, когда рассчитаешься, твоя квартира скорее всего уже попадет в категорию ветхого жилья. И за что ты платил? А самое главное, зачем? Ой, дурак. Реальным решением проблемы могло бы стать появление в России цивилизованного рынка долгосрочной аренды жилья, как во многих развитых странах, в том числе в ненавистной Америке. Но у нас его нет и в обозримом будущем, уверен, не предвидится. Чуть дальше объясню, почему не предвидится. Сперва давайте поговорим о плюсах. Во-первых, а ведь это действительно выход для миллионов людей, которые просто не могут позволить себе покупку квадратных метров даже в ипотеку. Во-вторых, ну да выгоднее оно с учетом всех обстоятельств и кредитных расценок. Давайте снова считать. И чтобы не быть голословным, опять берем двушку. Опять в Екатеринбурге 20-25 тысяч в месяц она стоит в зависимости от района по году 250. 10 лет 2,5 миллиона 25. А теперь сравните опу с пальцем. Только что мы с вами подбивали бабки и пришли к выводу, что покупка двушки в кредит обойдется в 15 миллионов рублей. А аренда же в три раза дешевле. Ну считайте, считайте. Ипотеку сейчас одобряют, но не берут. А кроме того, цивилизованный рынок долгосрочной аренды мог бы стать перспективной отраслью для экономики страны. С рабочими местами, с налогами, с развитием различных бизнес-направлений ответвлений. Ну вот чтобы за примерами далеко не ходить, в любом крупном городе сегодня огромное количество новостроек, видели, да? Растут как грибы после дождя. Однако, из-за того, что у людей нет денег, проданы те новостройки, как правило, процентов на 30. То есть из 150 квартир в доме реализованы 50. Остальные стоят мертвым грузом, пустуют. Застройщик при этом несет убытки, платя проценты по кредиту, что брал на строительство, платя за эти пустые квартиры коммуналку. Все это потом тоже уйдет в стоимости без того, никому не нужного жилья. А ведь то жилье можно сдавать, заключая долгие договоры на 10-20 лет и так далее. Всем хорошо. Застройщик избавляется от проблемы в виде непрофильных, непроданных квартир, зарабатывая на аренде. Люди перестают ютиться в полулегально сдаваемых колополниках, если есть новый дом в нормальном районе, с развитой инфраструктурой на выгодных условиях. Типа ремонта, например, за счет собственника и так далее. Дальше мы будем наблюдать остановление рынка ввода нового жилья. Упадут ли цены на недвижимость? Маловероятно. Появится достаточно большое количество именно банкротных объектов. И вот теперь мы подошли к главному, возвращаемся с чего начинали. Вся проблема, как сказал выше, упирается в то, что у нас нет такого закона. Закон, который бы данный рынок регулировал, который защитил бы все заинтересованные стороны. То, что мы сегодня называем рынком аренды жилья, сейчас это порнография. Самодеятельность на паритетных началах у собственника нет уверенности, что с его недвижимостью ничего не случится. Он там что-то не сожгут, не разобьют что-то, не сломают, не украдут. Страховые компании от такого не страхуют. Скажу, дорогой, твои проблемы. Мы тебя страховали как собственника, а ты свою квартиру сдал третьим лицам. Поэтому иди гуляй, Вася. У нанимателя также нет никаких гарантий, что, например, его завтра не выселят. Или не поднимут плату в одностороннем порядке. Но куда он пойдет за справедливостью? Суд никогда не встанет на сторону такого человека, поэтому еще раз нужен закон. Тогда может быть что-то изменится, но такой закон не выгоден в первую очередь банкам. Ставку ж по ипотеке сразу придется снижать до уровня, как в Европе. Такой закон не выгоден чиновникам, ноздри которых торчат из любой бизнес-схемы в современной России. Да и нафига этим хапугам понятный и прозрачный рабочий бизнес, если можно тупо пилить сверхприбыли на пробелах в законодательство, а еще отчеты красивые составлять, мол, в этом году мы выдали столько-то миллионов ипотечных кредитов, о людях заботимся. Введено в эксплуатацию столько-то миллионов квадратных метров жилья, медаль мне дайте. Пофигу, что эти метры никому не нужны, выше тоже сказал. А впрочем, это уже совсем другая история. Ладно, переваривайте. А это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Лайки, репосты приветствуются. В соцсетях тоже жду. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова